Эфир телеканала РБК продолжает программу интервью. Меня зовут Равель Ватолин. Здравствуйте. Сегодня мы работаем в нашей выездной студии, которая расположена в Сибае на Всероссийском инвестиционном Сабантуе-Зауралье 2020. И сейчас к нашему разговору подключается председатель Российского экологического общества Рашид Смайлов Рашид Агнинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Но форум инвестиционный, конечно, не могу не спросить относительно инвестиций, которые вкладывают сегодня руководители компании, вообще компании в стране, вот именно в экологию. Вот с этой точки зрения, насколько страна продвинулась? Потому что в последнее время начали очень много об этом говорить, но от разговоров к делу переходим или нет? Переходим. Бизнес сегодня начинает понимать важность экологических факторов. Любые инвестиции, любой инвестиционный проект должен сопровождаться с точки зрения управления экологическими рисками. Вот это понимание сегодня приходит. В стране, в разных регионах происходят различного рода инциденты, так скажем, которые как сигналы для всего бизнеса говорят о следующем. Прежде чем реализовывать инвестпроект, обязательно нужно просчитать риски, связанные с экологическими факторами. Плюс к этому, конечно же, это и прямой диалог с местным населением, сообществом, с теми людьми, которые рядом с объектом будут находиться, будут жить. Эти все факторы нужно учитывать, и это составляющая успеха инвестпроекта, потому что есть такая практика у нас уже, когда инвестор вкладывает огромные средства в проекты, в концепции, все это презентует, получает зеленый свет у главы региона. А потом оказывается, что с экологической точки зрения, либо несоответствия нормам, требованиям законодательства, либо общественный резонанс настолько силен, что проект ставится под угрозу исполнения. А вот если говорить про исполнение мусорной реформы, мы о ней тоже достаточно много уже говорим, но при этом видим, что во многих регионах где-то поставили экономически обоснованные тарифы, пусть они, может быть, изначально принимались в штыки, у нас в Башкортостане тоже рекоператоры просили тариф под 200 рублей, в итоге глава региона все-таки на первый год исполнения этой реформы, то есть установили тарифы вот эти 30 и 70 рублей, но при этом все понимают, что абсолютно не хватает этих средств, может быть, только довести до полигона, но не более того, для того, чтобы все-таки развивать это дело, с Вашей точки зрения, вот здесь вот дело сдвинется или нет в части тарифов, ну и вообще по мусорной реформе, с Вашей точки зрения, как она движется? Ну, она движется в целом. Движется ли? Движется, 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 да, если сравнить, отмотать немножко назад, посмотреть, с чего мы начинали, сейчас более-менее устойчивая структура, картинка понятная, сейчас понятная проблематика, ведь накопились проблемы, они не просто не учитываются, все это фиксируется, все это изучается, диагностируется и решения постоянно корректируются, и нормативка корректируется, но Вы задали очень болезненный вопрос и важный вопрос для бизнеса, это тариф, его еще называют инвестиционным тарифом, он, по идее, задумывался, как возможность для отбивки своих инвестиций, затрат, не всегда это получается. Которые считаются порой миллиардами рублей. Миллиардами, да, объекты, те объекты, которые предусмотрены и территориальными схемами, и стратегиями развития регионов на перспективу, на горизонт планирования, если мы берем даже 2024 год, то планируется в регионах строительство большое количество объектов, объектов больших, это и сортировка, это и переработка, а это требует, конечно же, вложения инвестиций. Вот здесь инвестор, во многих регионах рекоператор, он является якорным инвестором, который заинтересован в развитии своего бизнеса и расширения, и, конечно же, бизнес сталкивается с необходимостью и поддержки региональных властей, и поддержки федерального центра. Для этого у нас была и создана публично-правовая компания, российский экологический оператор, в задачах которого в том числе есть и поддержка финансовая, поддержка, такая вот оказание финансового плеча тем инвесторам, которые развиваются в регионах. Население не должно страдать, это моя личная позиция, позиция, наверное, всех, и позиции, я думаю, властей, и позиции общественников. Человек – это самый последний уровень, который должен принять на себя финансовую нагрузку нести. Бизнес должен быть заинтересован, и нужно создавать такие условия в регионе, когда бизнесу будет выгодно вкладывать деньги, он будет понимать правила игры, и это очень важно. Правила игры – долгосрочные правила игры, понимание своего горизонта планирования, свой бизнес, стратегии своей, потому что многие предприниматели, я общаюсь с бизнесом в различных регионах, кто занят в сфере обращения с отходами, многие заинтересованы, особенно те, кто и жил в регионе, и работает, они хотят развиваться, они хотят здесь создавать вот эту реформу чистоты, обеспечивать и экологическую безопасность, и наше с вами конституционное право на благополучность среды обитания. Но нужна поддержка, безусловно, и вот такой вот благоприятный инвестклимат, сегодня об этом мы будем говорить, очень много инвестклимат, и поддержка, конечно, финансовая. Ну вот о финансовом плече вы сказали, но, откровенно говоря, разговаривая с рекоператорами, которые, по крайней мере, у нас расположены, мы видим, что большую пока, может быть, поддержку вот этого вот плеча, да, что оно реально уже есть, и на него можно опереться, мы, честно говоря, не увидели. Да, есть там какие-то определенные, может быть, десятки миллионов рублей, которые направляются, но, видя, что каждый рекоператор вкладывает миллиард и более, и пока вкладывает, 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 а пока мы не видим отдачу, пока хватает вот этого тарифа 30-70 рублей на то, чтобы только вывозить, вот вы как думаете, когда изменится ситуация? Регионы, не имея финансовой поддержки у себя, региональных бюджетов, и не выделяют поэтому, или все-таки они просят, просят ли у федерального центра для того, чтобы... Разумеется, просят, этот диалог идет постепенно, постоянно, и есть прямые связи между каждым субъектом Российской Федерации, коллегами из Минприроды России, из ППК РЭО. Эта работа ведется в постоянном режиме, но здесь очень важно понимать, что постоянная дотация, постоянная дотация, это не суть, не идеология реформы. Реформа задумывалась, и законодатель, и регулятор правительства, и глава государства вкладывали в нацпроект, в нацпроект экология, идею, связанную с самообеспечением этой реформы, то есть вот увеличение потоков, потоков мусора, возможность выявления из этого потока полезных фракций, которые потом идут во вторичный оборот, это тоже бизнес-составляющие. Здесь очень много таких бизнес-составляющих, а в целом это бизнес-модель. Бизнес-модель экономически эффективная должна быть, но, разумеется, она подразумевает и раздельный сбор, кстати говоря, сейчас тоже активно внедряется, сортировка обязательно. После сортировки максимальная выборка полезных фракций, которые потом идут на переработку. И каждый вот этот вот цикл, каждая часть этой бизнес-модели, она должна быть рентабельна. Вот ее надо выстраивать. В будущем потоки сейчас увеличиваются. Люди, мало того, что дисциплинированно, я знаю, что в республике Башкортостан граждане дисциплинированно платят за вывоз мусора, это надо отметить. Но это, как мы с вами в начале нашего разговора говорили, это не самая главная инвестиционная составляющая. Бизнес, он в сортировке, переработке, в продаже дальнейшего вторичного сырья. Вот на это надо обращать внимание и строить планы бизнесу, исходя из будущих таких вот своих перспектив. Но при этом мы говорим, что бизнес этот должен быть самоокупаемым, но мы понимаем, что это вообще пилот для страны, этого не делалось никогда. И понятно, что, наверное, ни один бизнес вот разом не потянет. И когда мы говорим, что бизнесу нужны определенные, ну, стартовые, может быть, в том числе государства, ну, так, чтобы этому, может быть, ну, 50 на 50 было, потому что в любом случае это в том числе задача государства, но если вот эти 50, которые, ну, бизнес на себя взял, а 50 государство не дает, отдает, ну, давайте пока 5, ну, может быть, где-то 10, а потом когда-нибудь еще чуть-чуть, и мы вот этот вот процесс растягиваем. И вы как думаете, вот когда, почему не было такого, что вот разом, нате ваши вот 50 и давайте делайте. Да, справедливый вопрос. Во-первых, не было полной картинки, ясности не было до сих пор, ее до сих пор нет. У нас сейчас готовится к запуску, она уже почти готова, федеральная схема обращения с отходами, федеральная схема. В ней все объекты потенциальные, перспективные, потоки, вся логистика, эта федеральная схема в октябре начнет свою работу, эксплуатацию, и в соответствии с ней уже будут строиться планы по каждому региону, в том числе планы с точки зрения финансовой поддержки. Деньги на федеральном уровне есть, деньги есть, и позиция руководства Министерства природных ресурсов и экологии и ППК РЭО помогать, помогать, но помогать точечно с обоснованием, что действительно, ребят, здесь вам надо помочь, а здесь, ну, может быть, нецелесообразно, и здесь вы не смогли защититься. Вот это тоже момент, здесь с протянутой рукой, конечно же, можно постоянно ходить, но ты должен, как предприниматель, некую показывать, некую все-таки интересную и полезную бизнес-модель, ну, для себя, для региона, чтобы защитить те деньги, которые с федерального бюджета можно привлечь. Вот я бы тоже здесь особо не перегибал палку. Нельзя, еще раз хочу сказать, реформа, она не предполагает постоянную дотацию. Это стартовые, как вы правильно отметили, стартовые позиции, но когда все строится и должно работать, весь цикл должен замкнуться, и поток отходов и полезной фракции, сортировка, переработка, то это должно быть экономически эффективно. Шахстан Ильич, вот если говорить по как раз-таки полезным фракциям, которые извлекаются из всего вот этого потока мусора, с вашей точки зрения, вот сегодня выстроен процесс таким образом, что рекоператор отсортировал, выбрал эту самую полезную фракцию, пластик, бумагу, стекло. Есть куда сегодня реально это сдавать для того, чтобы зарабатывать? Вот эту часть мусорной реформы мы настроили, или пока мы выбираем, ну, и складируем до лучших времен, когда кто-то ее наконец-то примет? Равиль, вы сейчас сказали про самую важную составляющую мусорной реформы, спрос на конечную продукцию, да, это вершина айсберга, это то, к чему мы должны стремиться, и если посмотреть с другой стороны, то это как раз начало, начало всей вот этой вот модели, спрос, да, пока он недостаточен, пока у нас есть даже, рынок сейчас проседает, вот последние несколько месяцев, связанные с пандемией, рынок вторички просел, если таким бизнесовым языком говорить, на РБК, то, ну, и упал рынок, и есть не то, что дефицит, а есть даже переизбыток продукции, которую нужно отвозить, нужно продавать, но в то же время нужно использовать и межрегиональные связи, не нужно ограничиваться, надо пошире немножко смотреть. Понятно, что и плечо увеличивается, и в других странах у нас тоже есть возможность, у соседних государств тоже использовать, потребность есть в чистой, в чистых, хороших, в чистой вторичке есть потребность, это и стекло, это и пластик перерабатывается, вот надо как раз стимулировать этот спрос, например, вот такая сейчас у меня тоже идея, я в некоторых регионах это предлагаю, муниципалитеты обязать, чтобы они закупали облагоустройство территорий, закупали какой-то процент продукции из вторичного сырья, то есть переработанную, тем самым стимулируя производителей, чтобы они понимали, что у них есть потенциальные заказы, государственные, муниципальные закупки, под них увеличивали объемы производства таких вещей, это все обычные вещи, это присыпка на дорогу, поддорожное строительство, какие-то лавочки, какая-то плитка, продукции из переработанной... Далюки элементарные, которые меняются очень много. Да-да-да, конечно, это все не надо, что изобретать, все это уже есть, просто надо наладить и простимулировать, может быть, где-то с позиции административного ресурса, но простимулировать глав муниципальных образований, покупать, во-первых, покупать свое, чтобы не из других регионов, но покупать у тех, кто перерабатывает мусор, получает полезные компоненты, ну и продукции. Рашид Айданович, если говорить про вот этот спрос, кто его должен простимулировать? На уровне федерального ли министерства? На уровне региональных министерств? Вот этих глав муниципалитетов кто подстегнет-то? Глава, они, во-первых, независимы по своей, у них нет такой вертикали власти, но глава региона вполне имеет право, имеет право на собрать и вот поговорить, что, например, давайте в пилотном режиме попробуем, посмотрим, как это работает, давайте сделаем такой шаг, посмотрим практику, промониторим, если это успешно, если это доступно и эффективно. Вопросы в эффективности, то почему бы это потом не сделать практикой? Мне кажется, это очень легко. Мы, когда что-то делаем, мы сразу начинаем, а вот нельзя, а вот как, а вот это. Барьеров очень много, они всегда будут. Но на то и мы, ну, мы, я говорю, от органов власти сейчас начал разговаривать. Гибкость должна быть и проактивность. Надо понимать, как в будущем простимулировать, как, что надо от чего-то отказаться, на чем-то настоять. Ну, мне кажется, это все в руках нас самих. Завершаем интервью, но не могу не спросить, вот если говорить про, ну, некую такую консолидацию рекоператоров, которые тоже сегодня, ну, являются таким самым главным звеном в реализации так называемой мусорной реформы, вот вы как считаете, они сегодня консолидированы или пока разрознены? Потому что, ну, мы видим порой, да, когда есть определенные проблемы, когда бизнес консолидируется, вместе решают очень сложные проблемы достаточно легко. Вот с рекоператорами что происходит? Это естественный процесс консолидации бизнеса. Бизнес вообще очень гибкий в этом плане. Они всегда смотрят, где выгодно, где эффективно. У них не существует там политических каких-то преград или вот там, ну, противоречий. У них есть одна задача быть успешным на рынке. Это бизнес. Это вот у них, у них все очень четко заточено, очень четко структурировано. Бизнес консолидируется. У нас есть объединение, у нас есть ассоциация рекоператоров, например, чистая страна есть. И я знаю, что и даже вот в республике Башкортостан они все четыре вот рекоператора вместе консолидированы. Либо, ну, не то что лоббируют свои интересы, хотя это тоже правильно, нужно лоббировать. Это и нужно делать, почему нет? Это и нужно делать, да. Отставить свои экономические интересы. Но они помогают друг другу, подставляют плечо и там где-то с транспортом, где-то с экспертами, советом и так далее. Разумеется, для бизнеса это естественно. Здесь ничего такого нет. Это всегда бизнес. Первый, кто объединяется по проблематике, это бизнес. Потому что у них это рубль, у них это очень близко к сердцу. Потом уже все остальные. Ну и последний вопрос. Вот про рубль разоговорили. Вот эта волна повышения тарифов, которые в любом случае рекоператоры во всех регионах ждут, для того, чтобы действительно довести до экономически обоснованных. Как думаете, в ближайшей какой-то перспективе закончится таким разумным решением? Понятно, что порой звучат цифры, но запредельные, да, что нам нужно 300, 400 и 500 рублей с каждого человека. Но вот если там брать реальную какую-то цифру, там 100-150 рублей, она будет доведена в каждом регионе, как думаете или нет? В каждом регионе нет. Потому что есть регионы, где исторически, географически сложилось так, что вообще нет экономики в реформе частоты. К сожалению, так. Мы исходим из того, что если меньше 250 тысяч тонн в год генерится отходов, то если меньше, то экономика не работает. И всегда будет необходимость датировать, что и сейчас делается, региональными властями датировать эти платежи, чтобы население не страдало, но вместе с тем реформа двигалась. Такие регионы есть. Ну а те регионы, где с экономикой, в принципе, социально-экономическое развитие позволяет это делать, и уровень достатка, и уровень населения достаточно высок, можно чуть-чуть поднимать. Но, что очень главное, Равиль, это все должно быть обосновано. Нельзя просто так, сегодня с утра мы все подняли, извините, да, вот что есть, то есть. Людям надо объяснять, нужно разъяснять, должен быть прямой диалог. Это должно прям и на ваших каналах, но вы на бизнес ориентированы, но есть государственные каналы в каждом регионе, с утра до вечера это должно звучать. Почему человек должен платить сегодня столько, а завтра, может быть, чуть повыше, это поднимется, обосновывать, демонстрировать, доказывать, и убеждать, это пропаганда, это в хорошем смысле, это слово, это идеология. Ведь президент говорил, у него прямая линия была, вы наверняка следили, ему этот вопрос задавали, да, почему, вот мы раньше не платили, а сейчас должны платить. Но это наше общее дело, сделать страну чистой, это дело каждого человека, и поэтому это касается нас, каждого, наших детей с вами, нашего будущего. Ну, значит, надо всем вместе взяться за это, да. Другое дело, что мы должны понимать, за что мы платим, почему мы платим, когда платим, как это все реализуется, вывозится, куда и что. Вот здесь тоже такая дорога с двусторонним движением, равен. Ну, хочется надеяться, что мы вот все-таки найдем те самые правила движения нормальные, которые все будут устраивать, и вот что поток этот будет очень хорошо. И правила движения для бизнеса, мы здесь вот на инвестформе как раз про это будем сегодня говорить, да. Спасибо вам большое за то, что нашли время и приняли участие в нашей программе. Я напомню телезрителям, что у нас в гостях был председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Смотрите РБК, будете в курсе событий, не переключайтесь.